Добрый день, уважаемые коллеги. Рады приветствовать вас на нашем вебинаре, который называется Axelot Scab лучше не спланируешь. Посвящен нашему модулю Axelot Scab. Меня зовут Данила Верчук. Я менеджер по работе с клиентами Axelot. И со мной присутствует Елена Безрукова. Здравствуйте. Она консультант. Подскажите, звук у всех есть? Есть ли видео? Есть ли какие-то технические проблемы? Вижу, что все хорошо. Тогда будем начинать. Для начала я расскажу немного о нашей компании. Потом Елена более подробно расскажет вам уже о нашем модуле. Итак, компания Axelot. Мы уже 24 года на рынке. На текущий момент штат наших сотрудников составляет более 300 человек. Прежде всего, это технические специалисты. Такой человеческий ресурс позволяет нам реализовывать более 100 проектов в год. Проекты у нас сейчас уже в 16 странах. Это не только СНГ, это и дальние зарубежья. Мы вывели на рынок 5 поколений ВМС-систем, 5 поколений ТМС-систем. Постоянно инвестируем в разработку и развитие. И более 12 лет мы являемся лидером на рынке ВМС в России. По исследованию авторитетного журнала «Склады России», доля нашей компании на рынке составляет 30%. Также наша система Axelot WMS X5 вализирована в немецком институте Франкхофер. Также наша система Axelot WMS X5, первая из отечественных, получила соответствие новому ГОСТу, который называется «Система управления складом функциональные требования». В своей компании мы стараемся сделать экосистему из различных отделов, которые позволяют реализовывать наш проект под ключ. Прежде всего это Axelot Consult. Наши коллеги, которые занимаются логистическим консалтингом, аудитом, поисках оптимальных решений для логистики. Axelot Technology занимается поставкой оборудования для автоматизации складов. Axelot Soft – это разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов. Axelot Staff – это аутсорсинг складского персонала. Также к нашим проектам мы часто привлекаем наших партнеров. Это компания Gradum, например, которая занимается разработкой, внедрением ERP-систем для корпоративного сектора. Компания Batalion – разработчик машины данных для удобной и быстрой интеграции с любой учетной системой. Компания CipherLab Zebra Extreme Honeywell – это поставщики оборудования для автоматизации складов. Фирма 1С – наш старейший партнер. Мы в платформе 1С разработаны основные наши продукты. Ахиммэпс и Яндекс.Маршрутизацию мы привлекаем в проектах TMS как поставщиков электронных карт. За 24 года наш портфель включает очень много компаний. Здесь на слайде вы видите не всех, но компании у нас очень разные. Это большие, крупные, очень разные проекты. Если какой-то конкретный кейс вас заинтересует, мы потом свяжемся, подробно вам расскажем. Наш клиент выбирает нас, потому что у нас огромный опыт. Опыт наших сотрудников позволяет решать все вопросы, которые возникают у наших клиентов. Также мы отличаемся комплексным подходом. Как я говорил ранее, мы наш проект реализуем под ключ. Предлагаем нашим клиентам следующие программные продукты. Axelot WMS X5 – это автоматизация склада на платформе 1С разработан. Данный продукт Axelot WMS X4 – автоматизация транспортной логистики также на платформе 1С. Axelot WMS E5 – это автоматизация склада на платформе Netcore. Axelot TOS – система для управления контейнерным и портовым терминалом. Axelot SCAP – это модуль, о котором мы будем вам сегодня рассказывать. Он предназначен для решения оптимизационных задач в логистике. Axelot WMS – модуль для работы с роботизированными складами. Axelot WMS X5 – система для управления небольшими складами. Axelot DOM – система для управления заказами. И Axelot Mobile Platform – система для разработки и кастомизации мобильных приложений. Axelot TMS – это тот продукт, в котором мы чаще всего используем модуль SCAP, поэтому на нем остановимся чуть подробнее. Axelot WMS у нас отличается комплексным подходом, то есть закрывает все задачи, которые возникают в управлении транспортной логистикой. Это управление заявками, их маршрутизация, мониторинг выполнения рейсов, а также расчет плановой стоимости доставки, фактической и так далее. При внедрении своих продуктов мы стараемся у наших клиентов также образовывать некоторую экосистему из логистических отделов, например, из складского и транспортного отдела, когда наша WMS, WMS-система будет образовывать единый логистический контур, делать единую событийную модель и позволит управлять с логистикой на предприятии бесшовно, чтобы между складом и транспортом не было никаких задержек, даже в части их взаимодействия. Наши продукты мы устанавливаем, как правило, на сервер клиента, но с прошлого года мы их предоставляем к услугу Axelot Cloud. Вот это облачное размещение наших продуктов дает некоторые преимущества. Также, если вас заинтересует, мы подробнее расскажем. Далее будем рассказывать об Axelot SCAP. Елена расскажет, покажет, для чего он нужен, для чего он сделан. Это решение на платформе MedCorp. Если у вас будут какие-то вопросы, вы пишите их в чат. Постараемся отвечать прямо по ходу вебинара, если вопрос будет прямо по теме слайда, на котором мы сейчас остановились. Так, передаю слово Елене. Спасибо. Итак, что же такое SCAP? Axelot SCAP — это программный продукт, который предназначен для решения задач оптимизации логистических процессов в цепях поставок. Данная система может быть использована в качестве внешнего модуля и быть интегрирована с системами различных классов, начиная от CMS и CMS и заканчивая системами ERP. Вот скажи, максимально простыми словами для владельцев бизнеса, которые не сильно погружены в IT, в логистику, максимально просто. Для чего нужен Axelot SCAP? Может, какие-то примеры задачи? Ну, то есть SCAP, он предназначен для решения задач, например, таких, как маршрутизация транспорта, как нам построить маршрут для машины, чтобы она проехала все точки максимально эффективно, быстро и с наименьшими затратами. Или же, например, любые другие задачи, которые перед нами может ставить склад, как нам грамотно собрать груз на палету и сделать это довольно быстро. Да, вот маленький еще вопросик из чата. Интеграция с ТОС. Да, интеграция с ТОС, конечно же, есть. Тоже, если в рамках управления контейнерным портом терминалом будут возникать такие задачи, мы их будем реализовывать. Как будем двигаться дальше? Да. Я тут вижу еще вопрос. Примеры применения или зачем при TMS SCAP? Мы этого коснемся чуть дальше. Ну, в общем-то, чтобы как раз-таки понять, для чего нужен SCAP, нужно слегка окунуться в историю, почему мы вообще решили создать данный продукт. Изначально мы хотели создать универсальный модуль, который позволит быстро и эффективно решать задачу маршрутизации транспорта. Я думаю, что для многих не секрет, что, в общем-то, задачу маршрутизации транспорта решают уже очень давно. Многие ученые над ней бьются, и все начиналось с классической задачи Камива и Жора. Она представляла собой достаточно простую, относительно простую задачу, когда мы должны были для одного транспортного средства построить наиболее короткий маршрут, при этом заехать во все точки, которые у нас есть в задаче. Но у данного метода было много недостатков, одним из которых являлось как раз-таки то, что он был предназначен исключительно для одного транспортного средства. Далее, конечно же, эту задачу совершенствовали. Появилась задача маршрутизации транспорта, где мы смогли уже решать задачу для большего количества транспорта. Однако проблема там была в том, что из-за того, что у нас там, например, есть очень много точек для ставки, приходилось делать очень большие переборы между всеми расстояниями, просматривать, какое там короче, какое длиннее. И это занимало очень-очень много времени. Соответственно, маршрутизация становилась бесконечно долгой. Именно в тот момент, когда уже поняли, что решать эту задачу всеми переборами будет слишком сложно, появились наш Кларк и Райт, которые создали метод Кларка-Райта, позволяющий быстро и эффективно составлять маршруты для транспорта. Скажи, метод Кларка-Райта у нас был устроен в TMS X4. Сейчас в SCAP-е тот же метод или другой, или как-то по-другому? SCAP — это такое более комплексное решение, и он позволяет использовать разные модели для решения задач. И мы используем метод Кларка-Райта в нем, но преимущество SCAP-а как раз-таки в том, что мы можем использовать не только его, а другие модели, которые позволяют нам усовершенствовать текущее планирование. Например, метод Кларка-Райта рассчитан только на то, что мы строим самый оптимальный маршрут, исходя из времени или исходя из расстояния. И он не позволяет нам учесть стоимостные ограничения, которые мы накладываем на транспорт. SCAP же может учитывать данные ограничения. И именно поэтому, когда в ходе разработки SCAP-а мы как раз-таки пришли к тому, что нам недостаточно метода Кларка-Райта, и отсюда еще возникли другие предпосылки создания SCAP-а. Мы хотели создать программный продукт, который позволит нам решать разные задачи не только эффективно, но еще и быстро. Далее я бы хотела рассказать как раз-таки, как мы обеспечиваем вот эту вот скорость и эффективность нашего планирования, и за счет чего мы вообще можем решать не одно, а несколько задач логистических. Сейчас перед вами на слайде представлена схематичная схема модуля нашего. Вот, он состоит из нескольких разделов. Первый раздел — это раздел аутентификации. Он отвечает за управление абонентами и пользователями абонентов. Другой раздел — раздел бизнес-объектов. Он отвечает у нас за взаимодействие самого модуля с другими системами, такими как TMS, VMS и так далее. Он позволяет нам запрашивать информацию с данных систем для решения нашей логистической задачи, и потом возвращает обратно нам ответ. Следующий раздел — это раздел маршрутизации. Он у нас связан с геоинформационными сервисами. То есть чтобы нам, например, решить ту же задачу маршрутизации транспорта, нам нужно знать расстояние между точками различными, нужно знать время, и для этого мы используем геоинформационные сервисы. Также у нас здесь представлен раздел оптимизации. Он отвечает за как раз-таки запуск самой задачи маршрутизации. И последний раздел, довольно-таки важный, и который является на самом деле преимуществом нашего модуля, это раздел логирования. Логирование нам позволяет вести, записывать подробный ход решения нашей задачи маршрутизации. То есть наш модуль — это не черный ящик, в который мы просто взяли какие-то данные, закинули, потом получили ответ и не понимаем, почему он что-то сделал. Нет. Модуль подробно описывает ход решения задачи, и мы всегда знаем, почему мы получили какие-то определенные результаты. Вот скажи, пожалуйста, с какими гео-сервисами вот модуль SCAP работает на текущий момент? Модуль SCAP сейчас работает у нас с картами HeaMaps, с Яндекс.Маршрутизацией и OpenStreetMaps. Наборы плагинов-решателей. Вот пять штук — это конечное количество. Они решают задачу вместе, параллельно. Расскажи подробно про плагины. Плагины. Как раз тоже хотела про них рассказать. Плагины у нас сейчас на данный момент в модуль встроен один типовой плагин. Количество плагинов в самом модуле, оно не ограничено. У нас получается, что один плагин, он отвечает за решение какой-то конкретной оптимизационной задачи. Например, у нас, так как это комплексное решение, мы можем сюда добавить несколько плагинов. Один плагин будет отвечать за маршрутизацию транспорта. Второй плагин будет отвечать, например, за расстановку груза на палету. Третий плагин будет отвечать за расстановку палет в кузове транспортного средства. То есть количество плагинов, оно не ограничено. Но, может быть, они могут между собой еще комбинироваться, дополнять друг друга. И можно будет, в принципе, создать любой плагин по желанию заказчика, если у него есть какие-то особенные бизнес-процессы. Почему это реализовано таким способом? Потому что это обеспечивает как раз-таки гибкость нашего модуля. То есть мы создали модуль, и если вдруг у нас появляется какая-то задача новая, которую мы будем решать совершенно другим методом, мы не будем создавать новый модуль. Модуль останется таким же. Мы просто создадим плагин под него, соответственно, и потом загрузим его в модуль, и нам не придется целиком менять систему для этого. Так, тогда бы я, наверное, хотела рассказать еще поподробнее про наш типовой плагин, который уже встроен в SCAP. Так, ну, в общем-то, главная задача, которую сейчас решает типовой плагин SCAP, это как нам построить маршрут в рейсе с наименьшими затратами. То есть он ориентирован на стоимостную функцию. Для этого у нас реализован для модуля ряд специальных справочников, который позволяет нам задать стоимость для каждого типа транспорта, например, в разрезе километража или за временное нахождение в рейсе. Вот более того, мы можем данные тарифные сетки задать специально под каждого перевозчика. Помимо этого, наш модуль учитывает различные ограничения, которые у нас накладываются на процесс маршрутизации транспорта. Ну, например, это временные окна, то есть когда у нас работают точки доставки, когда у нас работают точки погрузки, время работы водителей, время работы транспорта. Не менее важным здесь является еще учет пропусков на въезд, потому что все мы знаем, когда мы маршрутизируем наш любимый московский регион, у нас есть множество ограничений, и они тоже у нас, соответственно, учитываются. Ну и стандартные ограничения, которые мы можем накладывать на рейс, по количеству точек в маршруте, по длительности рейса, по общему километражу рейса, они все присутствуют. Помимо этого, мы можем учитывать правила ЛИФО, то есть если у нас рейс с несколькими точками доставки, то груз, который был погружен в машину первым, должен быть выгружен в последней точке. Ну и, соответственно, другие мелкие ограничения, которые точно также важны, но они у нас перетекли из типового функционала ТМС. Лена, еще такой вопрос. Можем ли мы показать сейчас маршрутизацию вживую? Ну, в принципе, думаю, да, можем. Давай попробуем. Тогда сейчас я запущу систему. Пока Лена будет запускать, я почитаю вопрос в чате. Я буду отвечать. Вот есть два вопроса, я их объединю в один. Есть оптимизация по GD-поставкам, это вопрос. И SCAP учитывает тут узкие места, перегрузку или просто выбирает оптимальный вариант. Смотрите, почему объединю в один. Потому что SCAP – это модуль, который будет решать задачи с помощью алгоритма Кларка-Райка, как Ильина уже сказала. Но постановку задачи все равно необходимо будет сделать. Если это GD-перевозки, надо будет описать задачи, что мы хотим оптимизировать. Если мы говорим про узкие места и так далее. Нет, SCAP не подсвечивает узкие места в плане перегрузки, какой-то мультимодальных перевозок. Он, да, как бы прорабатывает оптимальный маршрут, но если ему правильно описать задачу, если мы включим какой-то дополнительный плагин, то в целом и такие вопросы он может решать. Но задачи тут надо описывать немножко более подробно. Подскажите, коллеги, видно ли экран? Да, видно. Демонстрирую. Отлично. Так, ну, как я говорила ранее, модуль у нас, SCAP является внешним модулем, то есть мы его подключаем к системе. Соответственно, после того, как мы его подключили, у нас появляется как раз-таки набор дополнительных справочников для SCAP-а. Вот вы его можете видеть по центру. Давайте взглянем, например, в настройки планирования транспорта. И вот именно в этих настройках мы задаем, в общем-то, все наши основные стоимостные характеристики. То есть можем за километраж задать стоимость, за единицу времени, за активацию. Здесь же опять-таки прописать ограничения по количеству точек. И так далее. Вот, соответственно, когда у нас все настройки корректно заданы, мы можем переходить в планирование. Для этого у нас есть рабочее место планирования рейсов. Так, сейчас фундочку откроется. Пока открывается, отвечу на вопрос. Павел написал. Вы говорите про оптимизацию по стоимости. Оптимизация по стоимости исключает оптимизацию по расстоянию или по времени. Вопрос. Нет, не исключает стоимостные характеристики. Они могут относиться и к расстоянию, и ко времени. То есть мы можем задавать виртуальную стоимость, сокращать ее методами перебора, если очень грубо. Пенат направит меня или нет? Ну, тут такой момент получается, что если у нас стоимость, мы же указываем, можем указать стоимость и за километраж, и за время. Соответственно, если нам будет выгоднее проехать маршрут быстрее, но при этом будет больше километраж, мы, наверное, поедем таким методом, или нет? Так, немножко подвисает. Тестовая база. Так, база тестовая. Вот у меня уже были созданы рейсы. Давайте мы сейчас их расформируем. Хотелось бы, конечно, добавить, что мы, наш модуль SCAP, он работает с синергией с TMS, да, и, соответственно, после того, как мы решаем наши определенные задачи, мы всегда в TMS можем посмотреть результат. Как вы видите, здесь уже, например, старых готовых рейсов у нас здесь всегда отображается масса, процент загрузки, количество точек в рейсе, да, расстояние, время. Все эти показатели мы видим, мы можем оценивать результат нашей маршрутизации всегда. Вот, ну, у меня здесь есть тестовый пример. В примере, как вы видите, больше 600 у нас заданий и точек, соответственно. Чтобы запустить наш процесс маршрутизации, нажимаем «Спланировать». И сейчас откроется наш монитор планирования, который также отображает основные входные данные для решения задачи маршрутизации. То есть здесь мы видим, что у нас поступило 678 заданий, количество транспорта, которое мы предоставили системе для планирования, и, соответственно, статус хода выполнения задачи. То есть в данный момент задача обрабатывается. Ниже так кратко расписан процесс, и еще ниже видно наше... Так, давайте, тоже по-другому. Видно поле, где у нас отображаются все сообщения с подробным ходом решения. Подскажи, примерно за какое время у нас такое количество точек распределится? Примерно, ну, там около пяти минут. Давайте пока поотвечаем на вопросы из чата. Коллеги, вопросов очень много, мы не на все успеваем ответить, и у нас время по вебинару ограничено. Насколько я вижу, с чата один человек уже обиделся, что мы не ответили на его вопросы, ушел. А я хотел на него ответить позже. Ну ладно. Давайте по порядку пойдем. Если у вас нет собственного парка, мы его арендуем на рынке под наш текущий объем. Как в SCAR происходит оптимизация? То есть если нет, на входе заданного транспорта. Мы можем создавать виртуальный транспорт в справочнике с различными характеристиками. Позволяется модулю выбирать те транспортные средства, которые он считает нужными. По тоннажу там полтора тоник, пяти тоник, различные тарифы вносить и так далее. А потом уже делать распределение на конкретные автомобили, которые нам предоставят организации, с которыми мы работаем. Так, что есть еще у нас интересного по вопросам? Сейчас, наверное, на демонстрации было видно, что я произвела сохранение волны. Волна — это отдельный справочник. У нас есть справочник волн, и он нам позволяет сохранить все наши результаты планирования. То есть сейчас мы закончим планирование, монитор закроем, и кажется, что все данные, которые мы здесь сохраняли, они потеряются. Нет, они не потеряются, они сохраняются в специальном отдельном справочнике. И в конце мы всегда сможем туда вернуться, в эту волну, посмотреть, какие мы настройки там задавали и что мы с ними делали. Вот, соответственно, можно видеть, что планирование системы уже завершилось. В данный момент она начала создавать рейсы. Смотрите, вот, если вернуться к вопросам, несколько вопросов, они плюс-минус одинаковые. За счет чего мы получаем эффективные маршруты. Алгоритм был описан довольно давно, насколько хорошо то, что мы его сейчас применяем. Сам алгоритм, да, он был описан не вчера и не позавчера, да, но, скажем так, технологии постоянно развиваются. Сейчас есть технологии, которые могут эффективно использовать этот алгоритм. Например, наш модуль Skype, он разработан именно на платформе Netcore, и он использует этот алгоритм. Платформа, сама разработка этого модуля позволяет находить оптимальное решение за приемлемое время. Ну, например, вот 600 точек, мы оптимальное или близкое к оптимальным решениям находим за 5 минут. В рамках бизнеса это в целом нормально. В то время, когда алгоритм Клабка Райта был описан, таких технологий просто не было, которые бы мы, которые вы смогли вот за адекватное время найти какое-то адекватное решение. Все. Процесс планирования у нас завершился, обработаны, рейсы созданы. Вот все наши рейсы здесь представлены. Я включу карту, чтобы мы могли на них тоже посмотреть. Вот, здесь рейсы довольно крупные, потому что пример строился на машинах, которые ездят в командировочные рейсы, не на один день. Вот, поэтому у нас такое довольно большое количество точек, но при этом было создано 15 рейсов на них. Вот, и, соответственно, время там в пути больше, чем одни сутки. Так, все, с карты подгрузятся. Карты, они всегда такие интересные. Есть там у нас еще какие-нибудь интересные вопросы? Вот есть вопрос, ну, часто такой задают, как скап выбирает полтора тоник или пяти тоник, ведь выгоднее привлечь одну машину, а не четыре. Евгений Ющенко спрашивает. Смотря, куда эти машины поедут. Если условно четыре точки в одном направлении и по весу влезет в пяти тоник, то можно привлечь в пяти тоник. Но если это север, запад, юг и восток, то, возможно, выгоднее привлечь в полтора тоник. Тут задача должна исходить от конкретных данных. Какие расстояния, какая стоимость у нас за полтора тоник, за пяти тоник и так далее. Так, ну, соответственно, вот наши рейсы, они на карте представлены. Вот, при необходимости, дальше мы уже идем работать в наш стандартный типовой функционал ДМС, и при необходимости мы можем открыть каждый рейс отдельно. Если нам не понравилось, как он смаршрутизировал, или же, например, логист сидит, ему срочно позвонили, сказали, что нужно вот в эту точку заехать первый, он может открыть этот рейс, поправить маршрут. Вот, соответственно, оценить все возможные характеристики и при необходимости внести необходимые коррективы. Если есть еще какие-то вопросы, что-то продемонстрировать, коллеги, давайте продемонстрируем, вот, или мы вернемся дальше к презентации. Вопросов много, но не по демонстрации конкретно, планирование вопросов, больше о том, как. Давайте мы вернемся к слайдам, и потом вернемся к вопросам, если у нас останется время, постараемся на все ответить. Так, презентацию снова видно, да? Да. Хорошо. Так. Вот. Логирование. Как я, в общем-то, уже говорила ранее, и как мы увидели в системе, у нас есть как раз-таки раздел логирования в модуле SCAP, который нам позволяет фиксировать весь ход решения задач маршрутизации. И благодаря этому у нас обеспечивается прозрачность нашего модуля, и логист всегда получает обратную связь. Вот. У нас есть там отдельно, да, наверное, нужно было уже продемонстрировать, но уж, ладно, включать не буду. У нас в ходе, у нас в данном окошке с сообщениями, сообщения подразделяются на определенные типы, и есть тип предупреждения. Соответственно, если вдруг мы, там у нас там поступила заявка одна, например, на перевозку 20 тонн груза, да, одним грузовым местом, а у нас в пуле машин есть только 10-тонные машины, соответственно, логисту будет показано предупреждение, что у нас там превышена максимальная грузоподъемность транспорта, он это увидит, и при необходимости всегда сможет скорректировать входные данные для задачи, ну, например, добавить 20-тонную машину. Так. Ну, если у вас есть еще вопросы по типовому плагину, буду готова ответить, если нет, тогда я буду готова рассказать о других возможностях, которые предоставляет нам SCAP. Ну, давай по типовому плагину. Насколько быстро можно перестроить маршруты при форс-мажоре? Все зависит от того, какие входные данные имеет логист, он спокойно открывает рейс, это буквально дело одной-двух минут, чтобы поменять точки местами. Давай будем быстро максимально отвечать, где можно посмотреть стоимость перевозки по каждой машине, сколько груза повезет и сколько заработает. В таблицах это все настраивается, сейчас показывать не будем, но лучше отдельного пришлем. Да, в частных мерах нет. Потому что разворачивается, разворачивается это время, а вопросов у нас много. Как учитывается ограничение складов при построении маршрутов? Тоже смотря какие ограничения, все учитывается. Данные вносятся в справочники, соответственно, эти данные поступают в модуль SCAP, и он их уже учитывает при решении задачи. Вот интересный вопрос, его и переадресую. Есть ли у нас для одной точки несколько адресов доставки, то есть несколько транспортных компаний, можно ли вот такую задачу задать SCAPу, в какую точку ближе всего ввести? Как построить? Не очень поняла. То есть у нас есть, мы должны отвезти груз в какую-то из транспортных компаний, которая потом будет доставлять его? Сейчас зачитаю. При доставке по городу до ТК, у которой несколько терминалов, SCAP рассчитывает, до какого именно терминала удобнее доставить, или надо указать конечную конкретную точку терминала. Ну, то есть, нужно выбрать ближайшую точку для доставки. Вариант. Типовой плагин, так, скорее всего, не сможет, но мы можем создать плагин, который будет рассчитывать на ближайшую точку, подходящую, если это конкретно доставка до ТК. Ну, тоже типовой, но интересный вопрос, как решать МС задачу по правильной последовательности загрузки автомобиля согласно созданных рейсов. Загрузки именно автомобиля? Ну, скорее всего, Лифо, да, имеется в виду. Лифо учитывается по маршруту, то есть, мы выстраиваем маршрут, и, соответственно, у нас грузовые места будут подгружаться в соответствии с маршрутом. Там все просто. Нет звука. Если нет звука, то попробуйте перезагрузить, перезапустить. Так, что у нас еще? Есть ли возможность посмотреть загрузку по пути с доставкой в конце маршрута? Не совсем понятный вопрос, но... Если вы сможете снять загрузку по пути? Непорректно, да. Да, не очень понятен вопрос. Ну, вот интересно. СКАП поддерживает смешанные маршруты, например, море, ЖД и авто, мультимодальные. У нас мультимодальная схема, она реализована внутри ТМС, то есть у нас там идет разграничение, у нас поступает одна общая заявка по мультимодальной схеме, потом она раскидывается на несколько заданий в соответствии с каждым этапом мультимодальной перевозки, и в СКАП они уже поступают как отдельные, да, но... Соответственно, да, мы сможем спланировать их с КАПом. Ну, там еще много вопросов, продолжаю отписать, давай пока дальше по презентации пойдем. Если останется время, то еще расскажем. Да, хорошо. Так, ну, давайте я расскажу про другие возможности, которые у нас заложены в СКАПе. То есть мы с КАПом можем решать не только задачу маршрутизации транспорта, но и другие задачи, которые ставят перед нами не только транспорт, но и склад. Ну, вот, например, это задача укладки груза на палету. Здесь мы решаем несколько проблем данной задачей. Во-первых, это, конечно же, оптимальное построение маршрута по складу, то есть чтобы у нас сотрудник не бегал по всему складу, не нарезал круги, чтобы собрать груз на палету. Мы строим оптимальный маршрут и, соответственно, экономим время и работника, и время сборки нашего груза. Помимо этого, мы здесь решаем проблему нагрузки на палету. То есть нам же нужно, у нас есть, если на палете, например, есть тяжелый груз и легкий груз, мы его должны расставить на палете таким образом, чтобы у нас палета не поломалась и никаких казусов не произошло. После того, как мы груз на палету погрузили, нам нужно эти палеты правильно расставить в транспортном средстве. У нас, то есть, есть определенная нагрузка, которую может транспортное средство выдержать. Помимо этого, у нас есть нагрузка на конкретные оси, если мы неправильно расставим наш груз, будет перегруз в машине. Такого быть не должно. Для этого у нас есть задача расстановки груза в кузове. Я думаю, что для многих не секрет, что у нас, например, два транспортных средства, одинаковые марки, одинаковые модели могут вести себя совершенно по-разному при одной и той же загрузке. Это, условно, различными факторами, которые влияют на транспортное средство. Поэтому кузов себя ведет абсолютно по-разному. И для решения данной задачи мы интегрируемся с различными системами весов, которые позволяют нам собирать статистику по нагрузке, по загрузке машины. То есть, данная задача может решаться только с помощью статистической модели. мы собираем данные, то есть, мы загружаем машину, ставим ее на весы, записываем данные, так постепенно мы постепенно нарабатываем данные и в дальнейшем благодаря этому мы можем индивидуально каждую машину правильно нагружать. Помимо этого, также задача расстановки грузов в кузове, она нам позволяет решить и проблемы ЛИФО, которые мы ранее касались, и также проблему совместимости грузовых мест. То есть, если у нас есть груз, например, овощи, мы перевозим и перевозим химию, они по всем нормам САМПИНа не могут ехать в одной машине, соответственно, при планировании мы их так не расставим в машину, мы их вместе не повезем. Есть еще одна интересная задача, которую мы можем решать модулем СКАП, это задача подбора оптимальных остатков для склада. Какой бы такой пример привести? Ну, вот, например, у нас есть заказ из 50 штук товара, да, и мы должны его погрузить на одну палету. По-хорошему, сотрудник склада будет руководствоваться правилом FIFO, то есть, тот товар, который пришел на склад первым, он должен первым оттуда и уехать. Вот, но бывает такое, что вот эти вот 50 штук товара, мы их собираем, они разбросаны по всему складу, одна, две, три штучки, там в разных, они из разных партий, из разных поступлений, пришли в разное время. И, по-хорошему, нам было бы удобнее правила FIFO нарушить, но при этом пройтись по складу, собрать все эти остатки и освободить место на складе, тем самым, чтобы у нас были свободные ячейки, которые не заняты вот этими остатками товара. Именно для этого предназначена данная задача, она тоже очень интересна для многих. Ну и, собственно говоря, в общем-то, с капом можно решать любые другие задачи оптимизации. Все зависит от того, насколько нестандартный, нетиповой бизнес-процесс у заказчика. Соответственно, вы можете к нам прийти и сказать, что вот у нас очень нетиповой бизнес-процесс, но мы хотим его автоматизировать. Мы соберем все необходимые данные, построим математическую модель и сможем сделать скайп-плагин под скайп, который позволит вам быстро и эффективно решать все задачи бизнес-процесса автоматически.